Добрый день дорогие друзья! Продолжаем обзор нашего прекрасного автомобиля марки ГАЗ. Модель 2705. Конфигурация пассажир, фургон. Обратите внимание она у нас заснеженная. Как вы понимаете холодно и я столкнулся недавно с такой проблемой, что она у нас пассажир, мне не холодно. Два родных отопителя, я не служу вам, что шикарно, греют салон и потому я взялся за ее модернизацию. Так дорогие друзья, смотрите открываем кабину. Пассажир людей я не вожу, делаю на этом акцент. Почему? У меня салон, я его использую под грузовой отсек. И что я сделал? Сделал я в первую очередь, дорогие друзья, вот такое перекрытие. То есть кабина у меня стала меньше. Непосредственно родной отопитель дует на всю клону. Она у меня от потева, быстро отогревается. Так вот так вот, дорогие друзья, прикрепил. Я его вам покажу из салона. Использовать можно ОСБ. У кого есть стандартный металлический, вообще прекрасно. Либо можно купить на разборках его заказать, у вас будет тепло. Но я стал мёрзнуть. Я люблю тепло. И я использовал дополнительный топитель из машины Жигули. Вот он. Вот система патрубков. Вы видите, они заходят. Они проходят к этому топителю. От него вот он, патрубок идет. Родной топитель. Газель я его использую для обдува только лобового стекла. Как вы понимаете, теперь стекло у меня греется очень хорошо, потому что работает на стекло. И сам у меня в салоне тепло из-за того, что здесь медная печка. Ну, вы все слышали, сталкивались с том, что отопители системы Жигули очень теплые, тем более медные. Есть такой вопрос присутствует. В том, что два отопителя более сложной системы отопления, тем более модели 2705 пассажиры. Еще используется третья печень. Она на салон. Ну, я ее перекрыл краном. Но, тем не менее, родная помпа плохо с этим справляется. Дорогие друзья, на некоторых машинах установлены. Я использовал сам, сделал сам. Дополнительные. Электропомпа. Вот она у нас. Видите? Я вам показываю рукой. Вот два металлических патрубка. Она подсоединяется, идет сзади мотора. Патрубок металлический идет, в простонародье названный. Кочергой очень метхое название, потому что он изогнутый. Два отверстия для отбора жидкости. Жидкость используется, дорогие друзья, антифриз. Не заливайте, не заливайте, пожалуйста, такие жидкости и охлаждения, как тасол. Не для наших двятелей. У нас и медь, и алюминий. Используйте антифриз. Используйте качественный антифриз. Дорогие друзья, не хочу рекламировать. Останавливаться на названиях. Посмотрите по отзывам в интернете. Но заливайте антифризы. Нет тасолы. Видите? Машина у нас на газу. Вот у нас редуктор. Получается, родная помпа в основном направлена на то, чтобы в первую очередь антифриз поступал в редуктор. А уже для отопителей, вот она наша электрическая помпа. Когда будете подключать, ставите. Видите? Я поставил ее у себя здесь непосредственно, на передней стенке кабины. Ну, то есть в отделении моторного отсека. Она очень хорошо продавливает. Патрубки используются 16-18 миллиметров. То есть диаметр используйте, дорогие друзья, 18. Больше поток антифриза, быстрее прогревается ваш автомобиль. Вот, дорогие друзья, на этом я хотел сделать акцент о том, что холодно. Мы сделали теплее. Дальше будет видеообзор, где я вам покажу, как я заведу машину, прогреюсь, чтобы у меня в машине будет тепло. Так, перегородка. Я вам показывал из салона. Вот, видите, она замечательная автомобиль заснешенный. Я поставил ее сам. Вот так она будет у нас выглядеть из салона. Видите, по нижней части, вы видите, она креплена саморезом. Верхняя часть, дорогие друзья, не один сал. Сильно. Там кронштейны я использовал. Профиль для крепления гипсокартона. Отверстия, где в крыше обивка крепится. Кверху там же, чтобы эти отверстия прикрепил саморезами. Планку использовал. И изнутри кабины прокрутил к этой планке этот лист. Он у нас закреплен довольно-таки надежно. Он не проламывается. Мы его вырезали поверху. Видите, дорогие друзья, с изгибами, чтобы холодный воздух у нас сюда не заходил. Вот сюда. Вот ручка обрезана. Вот внизу он прикреплен, прокручен. Саморезы, шайбы, чтобы не проламывать. У нас теперь тепло. Хорошо у нас в автомобиле. Вот он, третья цепь для салона для пассажиров. Просто людей мы пока не возим. Поэтому отопитель у нас закольцован. Так, дорогие друзья, вот так делюсь опытом. В дальнейшем еще буду вам показывать обзоры. Некоторые нюансы, которые мне очень нравятся. На чем я буду акцентировать ваше внимание. До новых встреч на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин